Всем привет, дорогие друзья! С вами 2Sky. Сегодня я покажу вам один неплохой, интересный бой на мастера, на Эмиле 2. Это шведский тяж 9 уровня. Обзор по этому танку у меня уже был, можете посмотреть на канале. Сегодня хочу немножко поговорить о том, как на этом танке лучше отыграть и как его лучше всего применить. Карта у нас называется Рыбацкая бухта. Карта чем примечательна? Почему именно ее я выбрал? Потому что бои были интересны и на других картах, и на мастера тоже. Потому что слева у нас, ну, как вот с текущего Респа, с верхнего у нас город, там городская карта, и вроде как тяж туда должен ехать. Но я принял другое решение, сейчас объясню почему. Справа у нас много холмов. Для Эмиля 2 холмы это как раз то, что надо. Потому что пушка у нас склоняется на минус 12 градусов вниз и плюс 8 вверх. Но больше, конечно, нас интересует, как пушка склоняется вниз. Плюс крепкая башня с броней примерно в 310 миллиметров. Позволяет нам играть очень эффективно через эти самые неровности местности, через эти холмы. Но лоб-то крепкий у башни, да, корпус не крепкий. Поэтому в городе играть нам совсем не интересно, кто будет нам стрелять в башню, если есть картонный корпус. Поэтому я выбрал это направление, собственно, и вам на будущее так и советую. Выбирайте на карте те места, где вы сможете эффективно играть через башню. Но не все так просто. Вы сами видите, что получилось из этого всего. Башня-то в борту вообще никакая, картон полный. И я за это поплатил со своей такой горячностью. И что желанием разрядить весь барабан в этого и сотреть его, и забрать его. И сотреть его не забрал. Сам нахватал на 1000 хп. Теперь плюс выбитая боюкладка. И теперь я просто как коллега, только и думаю, как бы тут меня не хлопнули, не вывалить сейчас во враги и не забрали. Все-таки топ, и топа было бы сейчас прикольно. Если бы забрать, тогда бой можно было бы с большой вероятностью завершить победой. Но опять же тут отличные перепады местности на этой карте. Поэтому даже код, который у меня сейчас порядка 70 секунд, мне удается пережидать. Здесь за рельефами меня, собственно, пока никто не трогает. Случайно каким-то образом зарядил кумулятивы. Не обессудьте, что я тут уже пытался тащить как мог. Нет, я случайно нажал. Видимо, когда просто ремкался. Надо было скорее отремкаться и уехать, потому что боялся сдохнуть еще в первом эпизоде. Сейчас вот я пытаюсь выцелить Е4. Перша. У меня этого не совсем получается. Он поставляет в борт. И вот мой шанс пришел. Тут уже главное не попасть ему в выкат. Грант, потому что стреляю кумулятивами. И все получается. Я его добираю. У меня наконец-то ремка 90 секунд прошло. Я восстановился. Ну а Эмиль второй оставляет мало хп. Я все еще... Вот теперь я починился. Все еще не видел, что ремка восстановилась. Был тут занят. И опять прячусь. Чем опасна эта позиция, вот куда я поехал? Здесь была всего лишь одна арта. Это, конечно, проблема, но небольшая. Если три арты, сюда вообще не реал ехать. Просто на Эмиль втором. Здесь просто будут убивать арта очень даже бодро. Арта глупит. Не забирает топа. 160 единиц у меня здоровья. Буквально один шот. Но она этого не делает. И вся команда противника, собственно, пока не едут забирать. Потому что они чего-то ждут. Но, может быть, не понимают, что этого нужно сделать в первую очередь. Следующий такой небольшой совет. Почему именно эта точка? Почему именно сюда поехал? Да, во-первых, рельеф, как я сказал. Во-вторых, ближний бой. Танк очень косющий. Просто нереальный. Из-за этого иногда просто урона не наносишь. Много, как хотелось бы. Сведение тоже не очень. Поэтому ближний бой для этого танка очень-очень показательный. И весьма рекомендуем всеми, кто играл в данном танке. Играли, кстати, на данном танке не так уж и много. Он примерно второй по популярности среди всех девяток. Самый худший показатель имеет Мауши. Мауши, ну, его, понятно, не так давно ввели. Хотя все равно игроки его не так особо бодро и качают. Но, несмотря на это, иметь второй имеет отличный процент побед. 52,4% сейчас за все время наблюдения за этим танком. А вышел он уже довольно давно. Да, это не так много. Это вам нет и 10, с там с 3 миллионами боев. Но, тем не менее, процент побед довольно потрясающий. И у того же Мауши, Мышонка, у него первое место по проценту. Там 53% побед. Но, чем это все обосновывается? Ну, во-первых, танк не популярен. Из-за того, что он все такой же сложный. Из-за того, что на нем сложно наносить урон. Он косой, это во-первых. Во-вторых, броня его, она, ну, местами, так сказать, только во лбу башни. А больше ее нет. Поэтому многим игрокам сложно играть на данной технике. А высокий процент побед у него потому, что его выкачивают. В основном, статисты, которые уже все выкачали. И им остался только, допустим, карамаган или еще что-то из нового вводимых танков. И играют они всегда с головой и довольно успешно. Поэтому у него такой процент побед. Поэтому, скорее всего, танк потеряет свою популярность по проценту побед в будущем. И не будет так хорош, как он сейчас, я думаю, представляется разрабом. Танк на самом деле убогенький и особо его качать не хочется. Ну, собственно, сегодняшнее видео было направлено только на то, чтобы как лучшим образом рассказать о местах его применения. И вот, собственно, я вам об этом и рассказал. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и пока. С вами был Гласко. С вами был Гласко.